Украина каждый день переживает ужасные акты терроризма со стороны Российской Федерации. Я напомню, что только за эту ночь россияне выпустили 99 шахедов по нашей стране, пытались разрушить энергосистему, то есть бьют прицельно, хотят, чтобы у Украины не было ни света, ни топлива, чтобы... О целях россиян мы можем сейчас более детально поговорить с Александром Коваленко, к нам присоединяется военно-политический обозреватель группы информационного сопротивления. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас приветствую. Александр, конечно же, мы не можем не спросить у вас о том, что происходит в Одессе. Ударили по городу авиационными ракетами. Известно, что травмирован один ребенок. У вас есть какие-то подробности? Можете рассказать, что сейчас происходит и какая обстановка в городе? Да, три истребителя, среди которых был непосредственно Су-34 и Су-35, выпустили в направлении Одессы ракеты Х-59. Две ракеты Х-59 были сбиты над самим городом. И останками одной из ракет действительно получила соответствующие ранения 15-летний ребенок девочек. Наше сочувствие и соболезнование всем тем, кто пострадал в результате этих ракетных обстрелов. Но они продолжаются уже который день подряд. Как вы можете охарактеризовать вот эту волну? Видите ли вы в ней хоть какую-то логику со стороны врага? То мы видим десятки ракет, которые летят на столицу. Затем мы видим сочетанную атаку, дроны с ракетами. Мы переживаем ежедневно единичные какие-то пуски ракет. Но террор усиливается. Но чем он отличается от предыдущих атак? Скажем так, основная задача сейчас для российских оккупационных войск это вывести из стабильного системной работы нашу энергосистему. Делают они это с запозданием. И связано это с тем, что в принципе они планировали данные акции на февраль. Но в связи с тем, что с начала 2024 года было уничтожено два российских самолета дальней радиолокационной разведки и обнаружения А-50, которые в принципе и обеспечивают до наведения и характеровку нанесения ударов крылатыми ракетами и в принципе ракетной компонентой вглубь территории Украины. Они отложили вправо, в сроке вправо нанесения ударов по энергетике и только лишь во второй половине марта перешли к реализации данного плана. То есть не совсем по сезону, но от планов своих не отказываются в принципе. Первые удары, которые наносились по Киеву и Киевской области, по всей видимости носили, скажем так, характер разведки боем. Таким образом, они выясняли, какая компонента ПВО находится в районе столицы. Насколько известно, что в районе столицы сформировано эшелонированное ПВО, одна из лучших не просто в Украине, а в Европе. Не побоюсь такого сравнения громкого. И в первую очередь их интересовало наличие там ЗРК ПЭТ, СМТ. После того, как они убедились, что эшелонированное ПВО в районе Киева продолжает функционировать, начались удары непосредственно вглубь территории Украины, центральная Украина, западная Украина. Те именно регионы, которые в вопросах эшелонированной ПВО прикрыты даже слабее, чем, например, восточные или южные. Поскольку особо западная Украина не подвергалась ракетным ударам со стороны российских оккупантов и налетам шахедов 131-136, дронов Камикадзе. Поэтому основная концентрация ПВО именно находится по определенной линии защиты. В целом, российские оккупанты будут и в дальнейшем продолжать нанесение таких ударов, поскольку, с одной стороны, они применяют комбинированные ракетные удары, несколько типов ракетной номенклатуры для поражения объектов. С другой стороны, они прекрасно понимают, что основной приоритет отдается ракетам с трудно прихватываемой траекторией. То есть это гиперзвуковые ракеты, это баллистические ракеты, это тот же самый 9М-503 «Искандер» и Х-47М2 «Кинжал». Александр, видим, что поменялись направления и цели у оккупантов, бьют сознательно, абсолютно сознательно по ГЭС. Это Каневска и Днестровска, они вот этой ночью были под прицелом. И насколько, как вы считаете, насколько реально повторить катастрофу, экологическую катастрофу, которая уже была в Херсонской области, в наши дни сегодня еще раз? И действительно такую же катастрофу создать в этом году? В принципе, ГЭС проектируется с определенной устойчивостью к подобного рода ударам. То есть если мы говорим о воздействии не изнутри, а извне, то это воздействие должно иметь эквивалент, например, тактической ядерной боеголовки, чтобы единоразово разрушить и привести к непоправимым последствиям при ударе по ГЭС. С другой стороны, если происходит системное нанесение ударов средствами поражения, достаточно мощной боевой частью, особенно если мы говорим о таких боевых частях, как у ракеты «Искандер» либо «Кинжал», в качестве боевых частей они используют бетонобойную бомбу «Бетап-500» советского образца, которая как раз и работает по укрепленным объектам, то в принципе в какой-то момент, да, действительно, это может привести к серьезным последствиям. Системные такие удары, регулярные удары, они могут привести к непоправимым последствиям. Да, помимо этого Россия продолжает испытывать на прочность и страны Европейского Союза, да, помним, несколько дней назад Польша 39 секунд принимала стратегическое решение, так и не приняла. Сегодня ночью две ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Молдовы. Что пытается продемонстрировать Россия такой демонстративной наглостью? А ничего она не демонстрирует. Она таким образом испытывает границы возможного, допустимого. То есть аморфная и абсолютно безинициативная позиция стран-членов НАТО, которые абсолютно адекватно не реагируют, как полагалось бы, на такие угрозы вхождения в свое воздушное пространство вражеских средств поражения, враждебных, по крайней мере, средств поражения, мотивируют Москву на то, чтобы испытывать и дальше возможные варианты. Ну, в случае с Молдовой здесь, конечно, нет абсолютно никаких претензий Кишиневу, хотя бы по одной простой причине. У Молдовы попросту нет средств перехвата данных ракет. Эффективного ПВО у Молдовы, в принципе, нет. И воздушное пространство Молдовы Россия неоднократно использовала для того, чтобы безопасно пролетать на расстояние, например, во время нанесения ударов крылатыми ракетами «Калибр». Они очень часто использовали воздушное пространство Молдовы, чтобы с юга более безопасно достигать регионов в центральной, либо западной Украине. В данном случае речь идет не о КРМБ «Калибр», в данном случае речь идет о ХА-101. Но куда интереснее другое. Не на Молдову следует сейчас обратить внимание, а на Румынию, на территории которой упал очередной дрон-камикадзе «Шахет-136». И, в принципе, Румыния, опять-таки, пока не реагирует на это достаточно, ну, как полагалось, адекватно. Я даже не удивился, если бы президент Румынии, министр обороны Румынии, они бы опять не запустили старую добрую песню о том, что это вообще не на территории Румынии упал дрон-камикадзе. Александр, в своем телеграм-канале вы по поводу ракеты ХА-101 упомянули, что впервые этот тип ракеты преодолел дистанцию 2100 километров. Насколько увеличена она и благодаря чему Россия умудряется еще и модернизировать свое вооружение сейчас? Нет, это не предельная дальность для ХА-101, на самом деле, нет. Именно по территории Украины после пуска и захождения в наше воздушное пространство впервые одна из ракет ХА-101, она преодолела такую дистанцию. То есть это говорит о показателе живучести этой ракеты в воздушном пространстве, что достигается постоянным маневрированием и обходом локаций с присутствием средств противовоздушной обороны. Из этого можно сделать вывод, что работа над траекториями и маршрутов полетов у россиян ведется достаточно тщательная, структурированная даже, я бы сказал так. При этом они получают, очевидно, что получают развединформацию о размещении наших средств ПО не только по средствам технических средств разведки, ну, например, спутниковые снимки и так далее, использование разведывательной авиации и прочие технические уже моменты, но и в том числе и за счет агентурных сетей, которые есть практически в каждом регионе, в каждой области, и которые, говорим прямо как оно есть, сливают место расположения наших подразделений ПВО, что позволяет россиянам сейчас более эффективно прокладывать траектории маршруты полетов, что и позволяет, опять-таки, настолько долго сохранять свое присутствие в воздушном пространстве. Но, с другой стороны, это не позволяет им повысить эффективность нанесения ударов именно той компонентой, которую могут сбивать практически в любом регионе, где есть средства их противодействия. Ну и благо, что СБУ находит этих ждунов и корректировщиков, и мы видим, как в новостях в лентах появляются и фотографии, и переписки этих людей находят, это для того, чтобы было понимание, как это все происходит, этих людей находят и, соответственно, наказывают. Но хочется что еще понять, насколько у оккупантов, насколько у Российской Федерации еще есть потенциал, чтобы устраивать вот такие вот волны ракетного террора? Потенциал еще есть, ведь, в принципе, тот удар комбинированный, который наносился, он наносился ограниченным боекомплектом. Ограниченным боекомплектом в том смысле, что авиационные ракеты Х-101-555, основная дозвуковая компонента ударная, они были представлены не в количестве, 60, 70, 80, 90 единиц. Они сейчас представлены в основном в количестве до 40, то есть 20, 29, 40, то есть в небольшом количестве. Уже в остальном их дополняет другая номенклатура. Искандеры, Х-59, Х-22, Х-32 и так далее. И многое зависит от того, насколько долго они смогут еще поддерживать этот ограниченный даже боекомплект, немассированность, а именно ограниченность боекомплекта, применение и ее системность. Сейчас мы видим, что этот удар был нанесен 5 дней спустя после предыдущего. То есть увеличена уже сама по себе пауза подготовки боекомплекта. Но настораживает другое. Больше всего настораживает то, что на фоне мартовских ударов, 4 уже практически как массированные, так и 3 с ограниченным БК, на фоне всех этих ударов не было применено крылатых ракет морского базирования, калибров. Мы уже очень-очень давно не слышали о применении массированном, именно массированном применении этой компоненты. Хотя в 22-м году и в начале 23-го года они точно так же, как Х-101-555, являлись одной из основных крылатых дозвуковых компонент нанесения ударов. Поэтому если причина, ну пока есть разные варианты, почему так происходит, но то, что накопление КРМБ-калибр происходит и производство, оно никуда не делось, оно не останавливалось, это факт. И ракет у них только с каждым разом все больше и больше этого типа. Поэтому такой момент. Либо они ориентироваться будут дальше на Х-101-555, и паузы между этими ударами будут расти, и в конце концов они опять возьмут оперативную паузу для того, чтобы накопить боекомплект авиационных ракет, либо же они перейдут в какой-то момент на практику опять применения КРМБ-калибра. Ну будем надеяться, что западные партнеры наши услышат призыв Зеленского, который сказал, что нам достаточно 5-7 патриотов. Спасибо огромное за то, что нашли время пообщаться. Александр Коваленков, военно-политический обозреватель, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо большое. Спасибо.